Объем наличных денег в стране снизился в апреле. В этот карантинный весенний месяц жители страны стали меньше обналичивать денег с карт, заменив максимально все расчеты оффлайн на онлайн. Так, объем выдачи наличных с использованием как на территории нашей страны, так и за ее пределами платежных карточек, выпущенных казахстанскими эмитентами, за январь-апрель 2020 года достиг почти 5 триллионов тенге. Это почти на 3% меньше, чем за январь-апрель прошлого года. Показатель сократился впервые. Это произошло из-за карантинного апреля, когда объем выдачи составил менее 1 триллиона тенге, на 22% меньше, чем в апреле 2019 года. В целом, сокращение за год объема выдачи наличных на территории Казахстана произошло только в мегаполисах, в которых раньше всех в стране ввели режим карантина – Алматы и Нурсултане. Здравствуйте, я Гульнара Жендаголова, и мы продолжим. Лидеров среди валют озвучил российский портал Вести Финанс. Так, с 30 апреля по 29 мая подавляющее большинство валют стран постсоветского пространства укрепилось к доллару США. Аналитики опирались на официальные курсы национальных банков стран. В плюсе оказалось 7 валют, в минусе лишь три. Лидером роста стал киргизский СОМ – плюс 7%. За ним шли казахстанский тенге, российский рубль, молдавский лей, белорусский рубль, грузинский лари и украинская гривна. Больше других валют упал к доллару армянский драм – минус почти 1%. За ним шли таджикский СОМАНИ и узбекский СУМ. Но карантин и режим ЧП, вызванный пандемией, нанесли на некоторые сферы нашей жизни гораздо ощутимый эффект. Потери сферы туризма в Казахстане из-за пандемии коронавируса и последовавших ограничительных мер достигли 100%. Мы поговорили с экспертами на рынке туристических услуг, чтобы понять, что будет дальше с туризмом в стране и когда мы с вами сможем увидеть берег Турецкий. В целом коронавирус повлиял на все отрасли экономики, особенно на туристическую отрасль. Это стопроцентный ущерб для нас, для всех, кто в туристическом бизнесе. Это введение карантина. Все рейсы были остановлены. То есть и въездной, и выездной туризм, и внутренний туризм пострадал во время карантина. И в таких условиях, хочешь не хочешь, но нужно искать запасной вариант. По данным Казахстанской туристической ассоциации, многие компании переориентируются на внутренний и въездной туризм. В этом они видят путь выхода из кризиса. Поэтому на данный момент мы начали формирование туров на Алаколь при тех даже ограничениях, которые есть. И еще один продукт, который мы видим, что он может быть популярен, перспективен в нашей стране. Это открытие первого такого семейного ул-инклюзив отеля, ультра ул-инклюзив отеля в Казахстане на побережье Каспии. И терять есть что. В 2019 году объем услуг, которые оказали туркомпании и курортные зоны, составил порядка 300 миллиардов тенге. Ситуация усугубляется еще и тем, что сейчас сложно делать какие-либо прогнозы. Я знаю, что планируется открытие рейсов в Грузию, планируется открытие рейсов в Эмираты, Египет, какие-то европейские страны, такие как Греция. Возможно, транзитные рейсы будут в Испанию, потому что сейчас уже в этих странах идет полным ходом подготовка к туристическому сезону. И они готовы будут с июля, с конца июня, с начала июля принимать туристов. Но в целом прогнозы таковы, что отрасль восстановится не раньше, чем через год. В этом году с трудом удастся достичь 30% показателей от прежних объемов. И это с учетом того, что летний сезон будет загружен на 50%. Первое и самое главное мы считаем систематическое восстановление, систематическая работа по запуску новых направлений. То есть это больше относится, кто занимался выездным туризмом, заниматься внутренним туризмом. Это новые направления для нас, как Алаколь, Балхаш, Каспийское море. Но туроператоры не уверены, что желающих воспользоваться предложениями будет много. Отдых как на территории Казахстана, так и за его пределами, с большей долей вероятности, может подорожать. Я бы хотела отметить один важный фактор, который не может не сказаться на бизнесе. Это снижение платежеспособности населения. То есть многие компании, многие предприятия, компании именно в сфере торговли и услуг, которые обеспечивают сотни тысяч людей рабочими местами, простаивали из-за карантина несколько недель. Некоторые компании вовсе закрылись. И страдают туроператоры по всему миру. Около 50 миллионов человек, задействованных в международном туризме, потеряли работу. В качестве примера приводят Грузию. Туроператоры этой страны за два карантинных месяца потеряли около 60 миллионов долларов. Казахстанские обратились за помощью государству. Туроператоры подали обращение от Казахской туристской ассоциации о включении всех подклассов ОКЭТ из класса 79. То есть это деятельность туристских агентств и операторов, бронирование и сопутствующая деятельность, но получили отказ. Ранее официальный представитель Всемирной туристской организации ООН Марсел Риси заявил РИА Новости, что изначальные прогнозы падения туристического сектора на 1-3 процента из-за коронавируса будут пересмотрены. Спад будет больше, чем предполагалось ранее. Из-за пандемии встала вся туристическая отрасль. Если говорить об отрасли, те, которым было тяжело, агентствам, они покинули рынок. А топовые агентства и турфирмы приняли правильное решение. Как началось развлечайное положение, всех отправили в отпуск без содержания. Эти компании выжили. В этой ситуации эксперты советуют потенциальным туристам набраться терпения и отдыхать в своей стране. Если вдруг вы по каким-то причинам побоитесь выезжать в постепенно, но все-таки открывающиеся туристические страны. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг британского производителя двигателей Rolls-Royce до мусорного уровня, указав на влияние пандемии COVID-19 на мировые авиаперевозки. Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента снижен до отметки даже ниже инвестиционного уровня. В ответ компания Rolls-Royce заявила, что приняла быстрые меры для повышения своей ликвидности и сокращения расходов, чтобы справиться с краткосрочными последствиями коронавирусного кризиса. Так, на прошлой неделе мировой гигант заявил, что сократит по меньшей мере 9 тысяч рабочих мест из своего глобального штата, который насчитывает 52 тысячи сотрудников. Подсчитывают убытки страны-экспортеры от пандемии дешевой нефти. Экспорт государств большой двадцатки в январе-марте 2020 года, когда в большинстве стран еще только начинали действовать карантинные ограничения, уже сократился больше, чем на 4 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития, пишет Коммерсант. Объемы мировой торговли в целом просели на 2,5 процента и это сильнейший спад с 2009 года. Эксперты ожидают, что в абсолютных цифрах больше всего от падения экспорта в этом году потеряют Россия, Великобритания, Саудовская Аравия, Китай, США и Германия. Больше 22,5 миллионов гектаров засеют в этом году в Казахстане и больше всего земель в стране отдадут под зерновые и зернобобовые культуры. Прогнозируемая площадь масличных культур составит 3 миллиона гектаров овощных и бахчевых культур и картофеля чуть меньше 500 тысяч. Посев сельскохозяйственных культур ведется во всех регионах республики. Эксперты в этом году прогнозируют благоприятные погодные условия для получения хорошего урожая. По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации ПРИОН, Казахстан наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной считается страной с наибольшим потенциалом ВПК. Субтитры создавал DimaTorzok